Я занимаюсь мониторингом социальных сетей. Также я выявила нарушения о порядке проведения агитации в социальных сетях. И впоследствии эти нарушения были устранены. Информационные атаки, технические нарушения. Три дня в общественном штабе по наблюдению за выборами кипела работа. В режиме реального времени сотрудники штаба следили за прозрачностью выборов. Также мониторили соцсети, проверяя новости о выборах на фейке. По словам руководителя штаба, обошлось без грубых нарушений. В том числе и в ходе дистанционного электронного голосования. Мелкие нарушения мы старались профилактировать. Нам было проще позвонить 1, 2, 3, 10 уиков и сказать, уважаемые, у вас неправильно расположен сейф, не под камерой. Либо у вас кабинка находится так, что видно, как избиратель голосует. И возможно, как раз нарушение тайны голосования. Это все происходило до момента выборов. И практически мы устроили нарушение. Важно было вовремя устранить недочеты, чтобы не пришлось привлекать кого-то к юридической ответственности. В целом, подчеркивают в штабе, нарушения были малозначительными и имели технический характер. У нас в первый день, 8 числа, в пятницу, было порядка 17 таких технических. Второй день – 117. И третий день – порядка 50 с небольшим. В основном, работа штаба была направлена на профилактику каких-то там нарушений. То есть это не по хвостам уже как бы били, а шли немного, так скажем, впереди, предвидели, подсказывали. Напомним, общественный штаб по наблюдению за выборами уже пару лет располагается в самом центре города, на базе Союза армян Алтайского края. Прийти сюда может любой желающий, чтобы понаблюдать за ходом голосования. В следующий раз штаб соберется на выборах президента в марте 2024 года. Ирина Корчегина, День с толком.